С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий ГИБДД Симферополя проводят акцию под названием «Пешеход. Пешеходный переход». Ее цель – сократить число жертв на дорогах и призывать пешеходов к соблюдению правил дорожного движения. Меньше чем за час сотрудники ГИБДД провели лекцию 50 нарушителям. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно из-за ДТП в мире гибнет более миллиона человек. Почти половина из жертв – мотоциклисты и пешеходы. Смертность в дорожных авариях в России намного выше, чем в большинстве других развитых стран. Сотрудники ГИБДД отметили, что зачастую ДТП происходит именно по вине пешеходов. Большинство людей говорят, что извините, это у нас в первый раз. Но, естественно, они ходят здесь каждый день по этой дороге, тем самым не соблюдая правила. Для каждого из нарушителей провели лекцию в специальном троллейбусе безопасности. Им рассказали о том, что нужно переходить дорогу только в отведенных местах, а в темное время суток обязательно носить светоотражающие элементы. Вы знаете, вот все, кто сегодня приходит в наш троллейбус безопасности, все спешат. Неужели пять минут сэкономленного времени стоит жизни и здоровью? Вы подвергаете себя опасности, вы подвергаете опасности водителя. И у водителя может быть сломана жизнь. Он не ожидает вас увидеть здесь. Буквально за час беседу провели с 50 нарушителями. Также им показали видеоролики о несчастных случаях с участием пешеходов. Что вы сегодня вынесли? Соблюдать правила дорожного движения, переходить в установленном месте. Прямо на дороге нарушительной останавливала инспектор и просила пройти в троллейбус. Реакция пешеходов была неоднозначной. Кто-то останавливался, чтобы выслушать, а кто-то и вовсе проходил мимо. Я уже не первый раз проезжаю. Очень плохо, что вы не первый раз здесь проезжаете. Больше не нужно здесь проезжать и нарушать правила дорожного движения. У вас дети есть? Нет. А вот другие дети смотрят на вас, как вы нарушаете правила и повторяют потом за вами. Подобные мероприятия ГИБДД будут проводить ежедневно в разных районах города. Анжелика Завгородня, Александр Тегни-Рядно. Время новостей.